Привет, друзья! Вы находитесь на канале Айхаус Термокус. С вами Олег Кузьмичев. Очень многие мечтают о больших французских окнах, но у этих окон есть проблема. Смотрим на улицу и мы видим, что с дороги в вечернее время нас будут хорошо видеть. Вторая проблема, даже если мы поставим эмиссионное стекло с солнцезащитой, в летнее время все равно будет проникать солнечные лучи и будет нагревать помещение. И это тема, как этого избежать. Итак, мы обратим внимание на наш конструктив. Мы видим, что у нас это второй этаж, у нас плита в дальнейшем выходит наружу. Также плита перекрытия тоже выходит наружу. Они утеплены, покрыты теплоизоляцией базовым слоем сеткой и в принципе в таком виде стоят. И не стоят у нас перила. Итак, чтобы нам в ночное время или в вечернее время не зашторивать вот эти окна, нам нужно скрыться от посторонних глаз. Если мы на простом окне можем сделать это так, просто подняв подоконник повыше, то в этом случае нам просто вон там нужно поставить перила. С прозрачным матовым там любым стеклом. И мы получаем объем в помещении и в вечернее время нас с улицы не видно. Также, если у нас дом выходит на южную сторону, то нам защититься надо от солнца. Если мы берем окна, которые расположены практически строго на юг, то фактически в летнее время у вас постоянно будут солнечные лучи бить. Вам опять надо закрывать это все шторами и это будет некрасиво. Ну, по крайней мере, вы теряете тот эффект объема помещения с окнами, который вы хотели достичь. И в этом случае у нас ставятся или маркизы, или вот такие козырьки. И сейчас я вам покажу наглядную 3D-модель по месяцам, созданную в программе. Как солнечные лучи у нас попадают в помещение. И вы увидите, что в летнее время солнечные лучи находятся где-то вот в этой зоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь давайте разберем, как у нас подогревается низ окна. А никак он здесь не подогревается, даже при условии, что у нас плита проходит насквозь, под окном, наружу. И это система установки окна в теплый короб. У нас на канале iHouse Thermo Plus. Это все есть. Мы строим энергоэффективные дома. И у нас очень много энергоэффективных решений. Итак, это второй этаж. Теплых полов здесь нет. Снизу потолки у нас не отделаны ни ГВЛ, ни натяжными потолками. Потоки воздуха от системы отопления поднимаются вверх. Нагревают нашу плиту. И в принципе вот это тепло перелет сюда. Температура полов здесь в районе 24 градусов. И у нас никаких конвекторов нет. Никаких запотеваний тоже нет. Вот мы видим никаких запотеваний. На улице у нас сейчас минус 14. За счет чего отопление идет. У нас здесь стоят радиаторы с термоголовкой. И в принципе, вот он стоит там на 20 с чем-то. И он реально холодный. Он не работает. С другой стороны еще один. Внешний вид они никогда не испортят. Потому что они всегда чем-то закрыты. Если здесь под окном устанавливать конвертер, то фактически он работать не будет. Далее. Если мы туда вставляем вентилятор, то он будет шуметь. Гор вентилятора в помещении, где вы спите, он вас просто достанет. Окна. Стеклопакет по центру имеет сопротивление теплопередачи 1,41. Сама рама в районе единицы. И усредненная, если посчитать, это где-то 1,28. Сопротивление теплопередачи всего окна. Но давайте спустимся, посмотрим, как на первом этаже. Еще раз затрону внутрипольные конвекторы, которые устанавливаются под французскими окнами. Вам надо во всех помещениях на втором этаже поднять стяжку пола на высоту этого конвектора. Это дополнительные затраты по материалам, уменьшение высоты потолков. И самое главное, если у вас уже готовая бетонная лестница, то она у вас поплывет. Так как у вас последняя ступенька не будет совпадать со всеми ступеньками по высоте. Или надо это заранее проектировать, закладывать. Или закладывать уже отдельные ниши в наших плитах перекрытия. А если мы ниши эти закладываем, то скорее всего нам надо еще и увеличить толщину плиты перекрытия межэтажную. С 200 хотя бы до 250. В наших домах i-хаус термо плюс этого не требуется. Обратим внимание, на первом этаже такие же большие окна. Но они немножко повыше. Это для средней полосы московского региона самый хороший вариант. Нам не нужно выходить здесь на улицу, потому что у нас есть входная дверь. Она тоже стеклянная. И в принципе мы можем немножко поднять это окно. И мы видим, что у нас опять по бокам стоят радиаторы с термоголовками. И внизу у нас никаких конвертеров нет. Единственное, что здесь есть, здесь теплые полы по всему первому этажу с температурой в районе плюс 24. От которых в зимнее время вы тепла в сильные морозы не получите. Из-за низкой конвекции воздуха. Но эта тема немножко другая. И мы смотрим опять же. У нас везде все сухо. Вот такие два решения по окнам показал. Есть еще, разумеется, и вот такие большие окна. Ширина полтора метра. Высота два метра. Но они немножко подняты повыше. Вообще, хороши окна на первом этаже, если у вас посторонних глаз не будет, иметь подоконник в районе вашего колена. Тоже дает какой-то объем. Ну, если такие два окна большие расположены друг напротив друга, там у нас восток. С востока весь свет освещает нам коридор в эту сторону. С запада освещает с этой стороны. Ну, и также обратите внимание. Стол и как близко стоят стулья к окну. И там тоже нет никаких конвекторов. Когда хорошие качественные стеклопакеты с сопротивлением тип передач 1.41, 1.42, 1.35, пускай даже будут, то люди, сидя в сильный мороз, если за бортом будет минус 20, не получают холодного излучения. Итак, всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал iHouseThermMA+. И также в телеграм-канал Яндекс.Зен. Всем удачи. Пока-пока.